Что самое важное в ораторском искусстве, как думаете? Почему некоторым отлично удается убеждать и доносить свои мысли публике, а кто-то не может удержать внимания и две минуты? Иронично, если сейчас это буду я. Но, тем не менее, ораторское искусство – комплексная вещь. В нее входит и риторика, и приемы актерского мастерства, и, конечно, куда же без психологических техник. Мне поступает много вопросов от вас о том, какие жесты нужно использовать, чтобы выступать уверенно и, соответственно, убеждать людей. При подготовке к выпуску я обнаружил, что много бизнес-коучей, тренеров и практиков по ораторскому искусству предлагают достаточно банальные приемы, которые не работают и вовсе не имеют отношения к публичным выступлениям. Например, очень распространенный метод – визуализировать жестами и иллюстраторами свою речь, чтобы она воспринималась лучше. Вот такой ширины, вот такой вышины, вот такой каравайи. То есть все можно проиллюстрировать. И до слушателя лучше доходила ваша мысль. Так ли это? Правда ли, что жесты и поведение – это главная составляющая хорошего оратора? Сейчас разберемся в этом на ярких примерах. Посмотрите следующий отрывок. Поза оратора. Она какая должна быть? Окрытая или закрытая? Конечно же, открытая. Но по моим движениям, по моей микромимике, по движению рук, ног и так далее, по моей походке уже зал что-то для себя понял. Как вы считаете, уверенно ли спикер доносит эту информацию? Как он себя ощущает? Когда хочется закрыться, открывайтесь. Мы видим, что человек хочет показаться открытым. Типичная открытая поза – демонстрация ладоней. Но эта открытость в лоб вызывает недоверие и формирует дисгармонию восприятия. К тому же мы концентрируем внимание на жестах в этот момент, а сами слова спикера останутся неуслышанными. В этом ли цель публичного выступления? Вряд ли. То есть получается, что когда мы пытаемся себя вести определенным образом, создать нужное состояние даже той же самой открытости, наступает противоречие восприятия слушателя. Давайте послушаем еще, что нам посоветуют. В этом отрывке оратор говорит, что скрещенные руки и вытирание пота со лба якобы вызывают оторжение публики. Но давайте подумаем, так ли важны на самом деле эти параметры. Любой может делать подобное действие, но не именно от того, что он волнуется. Может быть, человека настолько захватило речь, он настолько увлечен беседой, что выступающему элементарно стало жарко. Или просто-напросто человеку некомфортная температура в комнате на момент выступления. Может быть, множество разных причин. Далее мы слышим, что в древности у римлян было принято здороваться открытыми руками, с открытой позицией, поэтому открытость очень важна. Раньше воины, они приветствовали друг друга, они показывали вот так вот руку, демонстрировали, что я пришел с чистыми намерениями, у меня нету оружия. Потом пошел жест рукопожатия. Безусловно, это имеет место, это вполне логично. Но не будем забывать про контекст, в котором мы находимся сейчас. Это правило стало настолько популярным, что его стараются использовать многие намеренно. В особенности политики. А политические лица и чрезмерная открытость у большинства вызывают недоверие и навязчивость. Поэтому как раз такое поведение в большей степени люди будут видеть неискренним. Даже обратим внимание на поведение этого спикера на своих выступлениях. Он не использует никаких закрытых жестов, скрещиваний рук. Он намеренно показывает свою открытость. Руки по швам. В его поведении отсутствуют свои собственные эмоции. Демонстрация своего состояния. И возникает определенная зажатость. А вот здесь нам говорят. Когда хочется закрыться, открывайтесь. Используйте открытую позицию. Таким образом вы будете прокачивать уверенность, становиться более сильным и влиятельным человеком. Важно отметить, что это работает больше в обратную сторону. Человек, которому нетипично такое поведение, будет наоборот прокачивать неуверенность. Делая то, что не нравится или некомфортно, мы нарушаем свою гармонию. Мы принимаем неестественное для нас состояние, а это будет передаваться слушателям. Ну вот, например, этот коуч обращает внимание на недопущение разных барьеров и жестов, которые потенциально могут вызывать ненужную реакцию у слушателей. Она выражает во большом количестве жесты смущение. Ребят, а что делать интроверту, который не имеет высокой практики, но очень хочет выступить? Нет вот этого. Вот этого нету. А это важнее, чем все остальное. Обратите внимание, сейчас нам рекомендуют проявлять активное и очень яркое состояние во время выступления. Ну, вероятно, такое и нужно, если наша цель – развлечь аудиторию. Но если наша задача – донести информацию, это и не нужно вовсе. Смотрите, у меня жестов нет практически вообще. Поэтому использование невербалики в публичном выступлении – это точно не самое первое, о чем стоит задумываться. А может, даже и последнее. Но чему тогда уделять больше внимания? А в чем секрет успешного выступления? У меня была когда-то идея разобрать Сива Джобса, как пример хорошего оратора. Ведь многие паблики, сообщества и каналы отмечают его непревзойденные качества оратора и ставят в пример идеального выступления. Я решил проанализировать Джобса, чтобы понять, что же он такого делает, какими особыми приемами пользуется. Но моему разочарованию не было предела, потому что я их так и не нашел. Никакого чуда или особых тактик не было и быть не могло. Джобс – самый обычный гик, который презентовал революционный продукт. И вот тут мне стало очевидно. Давайте обратимся к примеру Невзорова. Он действительно очень хороший оратор. Дело в том, что когда речь заходит о какой-то вот некой гениальности, надо понимать, что гениальность – это прежде всего свобода. На протяжении своего выступления он может положить руку в карман, может, если захочет, скрестить руки, потому что испытал легкий дискомфорт или усталость, и даже прячет их назад и ходит из стороны в сторону. Хотя один из основных правил поведения оратора утверждает, что это вызывает недоверие аудитории. Если я их убираю назад, это не очень хорошо, потому что это создает, естественно, недоверие в аудитории. Но давайте начистоту. Никто и внимания на это не обращает. Практически хирургических инструментов, с помощью которых вы можете отделять мифы, глупости, догматику, навязанные вам стереотипы от действительности. Все то поведение, которое он демонстрирует, гармонично его образу и амплуа. Он спокоен, он рассказывает с большим интересом, полным пониманием. В бассейнах захоронение ядерных отходов. Да. Примерно глубиной так метров 15 огромные черные мертвые бассейны. Его речь равномерна, делает акценты на важных фразах, расставляет паузами, ведет диалог с аудиторией. Он приводит хорошие и простые примеры, и внимание на его поведение будут обращать только те зрители, которые посмотрели канал Ментал. Все к дьяволу это, забыть. Рассмотрим следующий пример. На видео Борис Григорьевич Гипнес, военный историк и, кстати, преподаватель, который вел у меня пары по истории в университете. Если мы говорим о хорошем ораторе, который может увлечь и заинтересовать, то я сразу вспоминаю о нем. Потому что такого интереса к истории, как на его парах, у меня не было никогда. Это попытка спрятаться за широкой спиной советского солдата-победителя. У Гипнеса, как вы могли заметить, довольно нетипичная модель поведения. Может всегда держать руки в карманах, обладает нестандартной мимикой, моментами видны подергивания, перешагивает с ноги на ногу. Если мы выключим звук на видео, то можем посчитать, что человек волнуется или не уверен в себе. Но это когнитивное искажение. Когда мы услышим речь, мы на это внимание уже обращать не будем. Мы увидим, что оратор проживает все то, что он говорит. Он прекрасно ориентируется в материале. Он делает долгие паузы. Чтобы не только прожить свой рассказ, но и захватить наше внимание. Поэтому все невербальное поведение лишь подчеркивает его речь. И вот тут народ-то он же, рот-то не умеет держать на запоре. Им бы, значит, не строчить о своей великой победе, а тихо сидеть, сопеть две дырки. Здесь наглядный пример того, как оратор скрещивает руки. Как теперь вы воспринимаете его словами? А после того, как узнаете, что этот жест может означать... Вот такая позиция для выступления нам подходит. Тоже не подойдет, потому что она слишком такая закрытая и даже, более того, немножко надменная. Возможно, некоторые из вас повелись на мою ловку. Но для обычного зрителя, который смотрит выступление, от подобной жестикуляции интерес к его информации все же не падает. А полностью соответствует его образу и состоянию. Еще один случай – пример образовательной функции, где целью является научить. Вот сюда отправили, да? Тут вот химические силы качали. Все электричество-то и вылилось. Здесь мы наблюдаем, что человек достаточно интересно доносит мысль по такому чрезвычайно сложному предмету, как физика. Что бы ему могли порекомендовать, записавшись он на подобный тренинг ораторского искусства? Как вы считаете? Выложись, выложись! Пошел. Эти электроны остаются вот не пришей кобыле хвост. Они сами по себе живут, болтаются. Преподаватель проигнорировал эти советы успешного выступления, но стало ли его обучение от этого менее эффективным? Помимо спокойного объяснения предметов, в его речи фигурируют разные шутки. Он пытается все упрощать, тем самым разгружая аудиторию от сложной информации. А не замутить ли мне чего-нибудь эдакого, а? Вот шляпа была прекрасна, IQ 51 рубль. Видите, вот уже как дурак сижу в этой шляпе. Фигня какая-то получается. Народ ставьте лукасы. Ну просто распорнофиговая фиговина. Слушать его становится действительно увлекательно. А главное, приходит понимание информации, которую преподаватель до нас доносит. Получается, что речь способна увлекать и обращать на себя больше внимания, чем на поведение? Задача многих ораторов – донести информацию. И действительно, мы видим, что контент, который доносит человек, может увлекать. И без распространенных жестов. Именно то, что вы говорите, будет отражаться на вашем состоянии. И люди не станут концентрировать свое внимание на вашем поведении. Например, неравновесного прогноза. Ну, например, мэр какого-нибудь города решил, что слишком много пробок. И с утра объявил, что за руль сегодня садятся только те, у кого фамилии начинаются на букву «А». Помимо поведения, важно не забывать и про контекст, который в большинстве своем не учитывают популярные советы. Абсолютно не важно, как вы себя будете при этом вести, если ваш контент провальный. Я не сильна в политике, названиях партий и прочем. Но хорошо разбираюсь в общении с большой аудиторией. Однако, если вы воспримете советы бизнес-тренеров слишком буквально и будете стараться донести информацию эмоционально, то у слушателя может возникнуть дисгармония восприятия. Он будет отвлечен именно вашим поведением. А слова не будут вызывать ощущение искренности. А если своему состоянию поведения вы будете уделять слишком большое внимание, то зарядить, смотивировать и вдохновить у вас получится. Правда, информация и знания, которые будут усваиваться в головах слушателей, будут вызывать большие вопросы. Да боже ты мой, глядит, шмерит, а она, боже мой, вау! Поэтому в первую очередь нужно быть уверенным в своем контенте, не только понимать, не только знать, но и любить то, о чем вы говорите. Не концентрируйтесь на своем поведении. Это сбивает состояние спикера. Будьте влюблены в свой рассказ. А чего в дальнейшем, даже при каких-то изначальных переживаниях, наступит долгожданная уверенность и спокойствие? А еще очень важно оценивать контекст той аудитории и того мероприятия, где следует выступать. Ошибочно полагать, что хороший оратор должен демонстрировать темперамент экстраверта. Быть открытым и суперуверенным. Нет, это шаблон и стереотип, который ограничивает многих из вас делать первый шаг. Именно поэтому я решил и записать этот выпуск. Потому что многие люди из-за таких ограничивающих параметров не делают никаких шагов. Потому что считают себя плохими ораторами от природы. Но это не так. Я понял, что среди вас очень многие избегают выступлений даже простого живого общения с людьми под влиянием таких стереотипов. Многие испытывают неуверенность даже в бытовом общении. Как познакомиться, в конце концов. Завязать разговор, поддержать беседу. Как привлечь и удерживать внимание. Как адаптироваться в новой компании. Останавливает страх и неловкость. Скованность и переживания. Как я выгляжу со стороны? Что обо мне подумают? А вдруг не так поймут? Некоторые, наоборот, хорошо адаптированы в бытовом общении. Но теряются в деловом. В переговорах. В общении с людьми высокого статуса. И с начальством. В предложении своих услуг, в конце концов. Из-за неумения общаться мы теряем кучу возможностей для развития. Роста в карьере. Повышение дохода. Мы все живем в обществе, где коммуникация и навыки подачи себя это ключевые факторы успеха в жизни. Чем бы вы ни занимались. Но, к сожалению, таким важным навыком не учат ни в школе и даже не везде в университете. Я провел много встреч и консультаций и понял основные проблемы, с которыми сталкиваются 90% людей. И, к счастью, они вполне решаемы. Я не буду делать выпуск на эту тему, так как понимаю, что подобные полезные выпуски набирают очень мало просмотров. Это же не выпуски про Моргенштерна. Ну и для вас это недостаточно эффективно. Поэтому предлагаю поговорить об этом на онлайн-встрече, которую я хочу организовать и назвал ее «Как стать интересным и востребованным с помощью техник общения». Состоится 9-10 декабря. В первый день я расскажу о трех самых важных принципах, которые помогут вам побороть страх общения, научиться кайфовать от него, доносить свою ценность и быть востребованным. Расскажу, какую я ошибку совершал долгое время, которая чуть не заставила меня бросить блогерство. Но когда я ее понял и избавился от нее, то просто вышел на новый уровень. А во второй день вы узнаете, на каком уровне сейчас ваши навыки общения и что делать, чтобы прокачать их, стать уверенным оратором, научиться убеждать и продавать. В конце я презентую свою новую обучающую программу. Ну, мне кажется, лучшую из всех, что я делал и покажу, ради чего я закрыл все свои остальные курсы. Поэтому предлагаю пройти регистрацию по ссылке в описании и увидеться 9 декабря. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся. Язык тела играет одну лишь из составляющих уверенного поведения. Если вы будете использовать жесты уверенного человека и при этом чувствуете себя неуверенно, то у людей будет складываться впечатление, что вы ведете себя неестественно. Поэтому лучше не надо пытаться казаться тем, кем вы не являетесь. И только тогда вы почувствуете комфорт и уверенность.